Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, уважаемые подписчики, единомышленники, все кто сейчас смотрит мой канал, рад приветствовать вас, желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. Сегодня вашему вниманию предлагаю акустическую систему SanSui SP-2005. Производство данной акустической системы было начато в 1972 году. Главная особенность этой системы необычная конструкция блока средних и высоких частот. Вогнутый в форме рупора алюминиевый радиатор содержит четыре динамика, два средних частотника и два высокочастотника. Они расположены как бы крестом. При этом направление динамиков перекрестное, то есть они как бы пересекают друг друга. Такая конструкция позволила добиться невероятного реалистичного звучания в области средних и высоких частот. Рупорная конструкция блока динамика также позволяет достичь превосходной сцены. Средний частотный динамик диаметром 12,5 см имеет конструкцию спокер. Задняя часть динамика помещена в специальный стакан для правильной артикуляции звука и предотвращения помех от работы низкочастотного динамика. Стакан внутренней части задемпирован звукопоглощающим материалом. Диффузор изготовлен из телелоза. Высокочастотный динамик диаметром 2,5 см также защищен от воздействия колебаний низкочастотного динамика. Купол динамика изготовлен из специального тончайшего твердого алюминия. Внутри жуковой катушки находится телевизор сердечника. Низкочастотный динамик имеет диаметр 30 см. Диффузор изготовлен из прессованной целеллозы и зафиксирован тканевым подвесом. Со специальной пропиткой. Центр диффузора обрамлен специальным кольцом жесткости для артикуляции баса и придания жесткости диффузору. Также в этом динамике был применен так называемый механический фильтр. Как вы видите, вот эти отверстия служат не только для вентиляции катушки, но и для подавления высоких частот. В данной акустической системе применены крайне оригинальные решения фазоинверторных отверстий. Как вы видите, здесь размещен специальный клапан, который можно механическим путем регулировать и достигать как уровня акусики с абсолютно закрытым корпусом, так и регулировать подачу воздуха при помощи разного угла вот этого клапана. То есть можно отрегулировать артикуляцию баса при помощи этого клапана. Очень удобное устройство, которого больше нигде не встречал. Данная система обладает высокой чувствительностью 96 дБ. Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Сопротивление 8 Ом, мощность 80 Лат. Итак, переходим к долгожданному моменту моего обзора. Прослушиваем. Как я уже говорил, данная акустическая система обладает очень высокой чувствительностью. Поэтому, конечно же, такую акустику рекомендую слушать с усилителями в классе А, либо с ламповым усилителем. Сегодня мы послушаем вот такие усилители. Это усилитель мощности ТО-400. Аппарат работает так в классе А, в чистом классе А, так в классе АБ. Естественно, я установил в режим класса А этот усилитель. Предварительный усилитель Акуфейс С240. Проигрыватель Ямаха GT-2000. В таком оригинальном исполнении. Головка аудиотехника АТО-33МЛ. Фонокорректор. Встроенный предварительный усилитель. Аккустические провода подключены самые обыкновенные. Фонокабель также базовый. Межблочные кабели обычные. Фонокорректор. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok